МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Во время ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семьи с детьми. В администрации прошел торжественный прием ликвидаторов последствия аварии на Чернобыльской АЭС. В молодежном центре прошел первый городской форум «Быть родителем непросто». Далее расскажем обо всем подробно. Владимир Путин во время послания Федеральному собранию озвучил новые меры поддержки семьи с детьми. По инициативе президента беременным женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся в трудной жизненной ситуации, установят новую выплату по 6 350 рублей в месяц в среднем по стране. Глава государства заявил о том, что с 1 июля детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях, назначат выплату в 5 650 рублей. Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Причин здесь может быть огромное количество. Дело не в причинах. Дело в том, чтобы детей поддержать. Особенно трудно, когда такая семья находится в непростой материальной ситуации. Тем более, когда дети идут в школу, и расходы семейного бюджета объективно становятся больше. Поэтому семьи с детьми школьного возраста получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Эту выплату назначат и родителям будущих первоклассников. Деньги перечислят в середине августа. Также президент предложил выплачивать больничные по уходу за ребенком до 7 лет в размере 100% от заработка. Зачастую больничные зависят от трудового стажа. И получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Владимир Путин напомнил, что до 2026 года расширена и продлена программа материнского капитала. Теперь право на него возникает с рождения первенца. Раньше мы такого себе позволить не могли. Материнский капитал проиндексирован и составляет почти 640 тысяч рублей. С 1 января прошлого года обеспечено бесплатное горячее питание для всех младших школьников. И эта мера также стала подспорьем для семьи. Также он анонсировал, что до 2024 года будет направлено 750 миллиардов рублей на строительство 1300 новых школ по всей стране. 35 миллиардов рублей выделить на закупку 16 тысяч новых школьных автобусов. Также президент упомянул, что в прошлом году классные руководители в школах стали получать по 5000 рублей за классное руководство. И сейчас глава государства откликнулся на просьбу педагогов среднего профессионального образования. Установить такую же доплату 5000 рублей для кураторов, учебных групп, техникумов и колледжей. Так как пандемия коронавируса еще не завершилась, Владимир Путин призвал горожан привиться от COVID-19 и сформировать коллективный иммунитет к осени. В рамках поддержки системы здравоохранения до 2023 года селы, малые города и поселки городского типа России получат 5000 автомобилей скорой медицинской помощи. Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами федерации с учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. Здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов. Пандемия негативно сказалась на российском бизнесе, поэтому президент поручил разработать к лету новые меры поддержки, в числе которых будут новые налоговые и кредитные меры. Помимо этого стало известно о продлении выданных в прошлом году бюджетных кредитов до 2029 года, а все долги по коммерческим кредитам, взятым субъектами Российской Федерации, сверх 25%, от объема доходов заменят бюджетными кредитами. Также компании смогут получить льготные кредиты на 15 лет с годовой ставкой 3-5% на строительство гостиниц. Губернатор Глеб Никитин, комментируя послание, заявил, что Нижегородская область готова к исполнению поручений президента Российской Федерации. Екатерина Пенова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в селе Маргуша обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Ударной волной выбило стекла в соседних зданиях. Пожар охватил площадь в 1200 квадратных метров. С места происшествия эвакуировали всех жильцов. Спасатели до утра тушили огонь и разбирали завалы. В ходе детального осмотра места происшествия установлено, что погиб трехмесячный ребенок. Также пострадали еще двое малолетних детей и трое взрослых жильцов данного дома. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принес соболезнования семье погибшего ребенка и пообещал, что всем пострадавшим окажут материальную помощь. К сожалению, в результате ЧП погиб трехмесячный мальчик. Приношу глубочайшие соболезнования семье. Всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Дом на улице Новоселова был построен 6 лет назад. По сообщениям жильцов, в день происшествия здание осматривали представители аварийной службы. Их вызвали из-за сильного запаха газа. Специалисты обошли все помещения, кроме одной квартиры, где им не открыли дверь. Не дождавшись собственников, работники перекрыли подачу газа и уехали. А через несколько часов произошел взрыв. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию данного дома 19 апреля 2021 года. В Сарове газовые плиты установлены в 16 тысячах квартир. Раз в год сотрудники газоснабжающей компании проверяют исправность оборудования. Но и жильцы должны не терять бдительность, знать и соблюдать правила безопасности при обращении с газом. Не оставлять без присмотра работающие газовые приборы. То есть, если вы приготовление пищи, то есть нужно все время быть рядом, чтобы не происходило заливание горелки, загазованность помещения. Обязательно проверять работу вентоканалов, домоходов. В случае возникновения аварийной ситуации или подозрений на утечку газа следует звонить по телефону 04. Аварийная бригада работает круглосуточно и выезжает на вызов в течение нескольких минут. Свой первый грант в этом году получила волонтерская организация «Зато верный друг». По сути, волонтеры, помогающие приемнику для безнадзорных животных, объединились уже больше 11 лет назад, но только недавно решили узаконить свой статус, чтобы претендовать на муниципальную поддержку. Грант мы получили 100 тысяч рублей. И этот грант будет потрачен на закупку ветеринарных препаратов и оборудование. Будет закуплено средство для предупреждения лечения заболеваний животных. Также будет закуплено оборудование. Будет закуплен рециркулятор бактерицидный для предупреждения заболеваний животных, вспышек заболеваний животных. И будут закуплены две переноски. Для волонтеров, на попечении которых находится 80 собак и кошек, которые содержатся в приемнике и на квартирных передежках, это существенная помощь. Добровольцы закупают корма и лекарственные препараты для животных, которые живут в городском приемнике, в основном на пожертвования неравнодушных горожан. Оплатить еще и закупку оборудования было не на что. Два года назад финансирование приемника было резко сокращено, государственное финансирование приемника. И с тех пор мы находимся в режиме очень острой нехватки средств. Средства, бюджетные средства, которые выделяет государство, их едва хватает на коммунальные услуги, оплату коммунальных услуг и зарплату сотрудников приемника. Также грант получили общественная организация «Воин», фонд реабилитации ветеранов, ветераны ВМФ, общество 1945, Центр поддержки общественных инициатив, Совет ветеранов Сарова, Федерация лыжных гонок, фонд «Дорога в жизнь». Среди предложенных проектов приобретение оборудования для занятий гиремом спортом в клубе «Самсон», обновление экспозиции Музея морской славы и Музея военной истории, организация ветеранских мероприятий и устройства курсов анимации для детей из малоимущих семей. Также грант получил общественное движение «Молодежь Сарова». Эту организацию создали для того, чтобы помочь молодежным общественным объединениям, которые не зарегистрированы как юридические лица, участвовать в грантовых конкурсах, а не потратить деньги на проект «Медиавол». У нас, опять же, много общественных объединений, много волонтерских объединений, в том числе молодежных. Колоссальный объем работы, который проводится молодежью в течение года. Но, как это часто бывает, иногда хромает освещение этой работы. Чтобы то, что было сделано, было красиво оформлено, донести об этом горожанам, конечно, лучше, когда этим занимается профессионал в плане освещения. То есть потребуется команда «Медиаволонтеров». Для их плодотворной работы нужно оборудование для съемок, на которое и потратят средства гранта. 26 апреля 1986 года. В час 23 ночи на четвертом энергоблоге Чернобыльской АЭС произошел взрыв и пожар, который полностью разрушил реактор. Тогда никто не представлял, какими будут последствия этого страшного события. В ликвидации аварии приняло участие более 600 тысяч человек со всего бывшего Советского Союза. Водители, строители, военные, врачи и люди других профессий. Из них 751 саровчанин. В зале молодежного центра прошло торжественное мероприятие, посвященное 35-летию со дня взрыва на АЭС. Сегодня здесь собрались славные наши строители. Каждые пять лет мы заказываем памятные знаки и вручаем участникам ликвидации аварии, которые еще остались. Памятную медаль за ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС вручили 75 строителям. Сегодня в Сарове насчитывается около 300 чернобыльцев. По сути, ценой собственного здоровья и даже порой жизни люди эту задачу выполнили. Советский народ и вы, строители, вложили свой очень большой вклад в ликвидацию этой аварии. Для многих чернобыльцев событие 86-го года навсегда осталось в памяти. Для них это мероприятие – возможность встретиться и понять, что в городе помнят об их подвиге и ценят его. Конечно, приятно. Всех постарели, конечно. Но там, как работали, все. Я это видела, знаю. Три месяца была там в 86-м году. Я юрист. И видела, как люди день и ночь работали. День и ночь. Ликвидаторов, кто по каким-либо причинам не смог получить награду, ждут каждый четверг с 16 до 17.30 в штабе Союза Чернобыльцев по адресу Московская, 11, комната 2. Люди, которые решают проблему, они создают. Так отозвался о сотрудниках центра занятости глава Сарова Алексей Сафонов. В этом году служба занятости отмечает 30-летие. Закон об образовании ведомства вышел 19 апреля 1991 года и остался единственным неотмененным с тех пор. В нашем городе центр занятости населения появился в октябре 1992 года. Подчинялся то местной власти, то федеральному центру, то региону, проживая вместе со страной все трудные времена. Дефолт, экономические кризисы, а теперь и пандемию. Если вспомнить прошлый год, незабываемый для всех, конечно, что вам довелось, то есть какой объем работы пришлось провести, те более 500 горожан, которые к вам обратились. Это целая жизнь, целый геройский подвиг. Мы справились, как говорится, город правил жить, вы дали людям надежду. Поэтому отдельное спасибо именно за 2020 год. За такой сложный, но важный труд глава Сарова наградил благодарственным письмом администрации города весь коллектив центра занятости в лице его директора Лидии Корнеевой. Лидия Николаевна возглавляет учреждение 20 лет, 2001 года. И считает, что даже с течением жизни, с теми изменениями, которые происходят из года в год, самым главным остается человек. Недаром в социалистическое время говорили, что кадры решают все. Это действительно так, что кадры решают все. Я очень рада, что есть такой трудоспособный коллектив. Да, он меняется. Люди уходят на другую работу, потому что, как говорят о настольнице кадров, люди уходят на заслуженный отдых. Это тоже нормально. Но остается всегда это стремление помочь человеку. Большая часть сотрудников центра занятости населения Сарова из числа безработных. Они пришли сюда в попытке трудоустроиться и остались здесь работать. И теперь сами прикладывают усилия для того, чтобы потеря работы не была для любого саровчанина тупиком, а стала шансом. Смена профессиональной деятельности или поменять какой-то вектор направления своих деятельностей – это одна ситуация. Она не совсем плачевная для человека. Когда человек теряет уже работу непосредственно у нее, то есть вот сегодня была, а завтра он нигде. И вот людям помочь, то есть помощь вот в этом. Как-то найти связующее звено между работодателем и претендентом на эту вакансию. Заместитель директора центра занятости Аллы Суботина в числе других сотрудников получила благодарность по случаю 30-летия службы. Когда она училась на юридическом факультете техникума, трудовое право студентам преподавала Лидия Корнеева. В 2004 году Алла пришла работать юрисконсультом под ее начало. Замечательный микроклимат и суть деятельности – служба людям. Это главное, что нравится в центре занятости Алле Васильевне и ее коллегам. И не только им, но еще и тысячам саровчан, которые получили здесь поддержку и нашли работу. В процессе воспитания детей у родителей возникает множество вопросов. Ответить на них порой способны лишь специалисты в области психологии и медицины. Участникам форума «Быть родителем непросто» выпала возможность получить полезную информацию из первых уст. Своими профессиональными знаниями с родителями поделились педиатр, арт-терапевт, доулы, психологи. Логопед Екатерина Мрачковская рассказала о том, в каких случаях стоит обращать внимание на дефекты речи, когда стоит идти к специалисту, а когда можно справиться самостоятельно. В три года обязательно нужно обратиться к логопеду, если у ребенка нет фразы и если речь его непонятна для окружающих людей. А также если нарушены такие звуки, как Б, М, В, Ф, Х, Г, К, вот если этих звуков нет, то тут нужно обратиться к логопеду, потому что именно эти звуки у ребенка должны быть в три года. О том, как выстроить гармоничные и доверительные отношения в семье, рассказала специалист по вопросам детской привязанности и мама троих детей. Самое важное, что хотелось донести родителям, это безусловное принятие своего ребенка, то есть любить его таким, какой он есть, и принимать его таким, какой он есть. И в дальнейшем на самом деле это помогает избежать многих таких каких-то острых моментов, конфликтных ситуаций. И мы говорили, как на каждом году жизни с рождения до шести лет можно помочь ребенку, как ему транслировать свою любовь. На форуме родители могли не только получить советы от экспертов, но и обменяться опытом с другими мамами и папами. В живом обсуждении участники находили общие точки и совместно определяли основные проблемы взаимодействия со своими чадами. Папа восьмилетней Полины Дмитрий Андреев попал на форум случайно, приведя ребенка на занятия. Но о том, что остался послушать экспертов, ни капли не пожалел. Много опыта у людей здесь, которые делятся своими уже, скажем так, наработками. Можно сказать, за тебя уже привели работу, а ты пользуешься плодами этой работы. Пока родители обсуждали со специалистами насущные проблемы, детей разместили в игровых зонах. Сотрудники молодежного центра развлекали маленьких не пасет рисованием, мыльными пузырями и общением. Общественная организация «Союз Чернобыль» в Сарове существует 27 лет. Сейчас в нее входят почти 300 ликвидаторов последствий аварии, которые всколыхнуло весь мир. Это люди, которые самоотверженно вкладывали силы и время, рисковали здоровьями, жизнями ради восстановления радиационной обстановки. Перед 35-летней годовщиной со дня чернобыльской аварии глава города и представители городской думы организовали торжественный прием. Слова благодарности за то, что вы выбрали то направление, тот путь, и чего бояться этих слов, спасли наши территории от возможного развития ситуации, при которой наша страна выглядела бы иначе. За общим столом ликвидаторы поделились впечатлениями, рассказали свои истории пребывания в 30-километровой зоне, о своем вкладе в масштабную работу. Также участники встречи обсудили необходимость установки в нашем городе памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. С этой инициативой члены Союза выступают с 2010 года. Специалисты подготовили эскизы, составили предварительные сметы. Но дело пока не сдвинулось с мертвой точки. Если руководство города эти вещи понимает правильно, то они должны это дело сделать, открыть, чтобы люди знали, что была такая большая беда, которую советские люди победили, и этот вопрос решили, который многих, многих, две трети уже их не на живых. Участников чернобыльских событий наградили благодарностями от администрации города. Глава пообещал взять вопрос с установкой памятника на особый контроль. Дарья Козина, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. 50 лет. Много это или мало? 14 сентября 1970 года решением Гурсовета в Разомасе-16 была открыта детская художественная школа. За эти годы она выпустила несколько тысяч учеников, возрастила целую плеяду талантливых художников, дизайнеров, архитекторов. В 2020 школа отметила полувековой юбилей, но из-за пандемии все торжественные мероприятия пришлось отложить. Наконец, в камерной обстановке художественной галереи в присутствии немногочисленных гостей праздник все-таки отметили. И мне хотелось бы пожелать вам, чтобы вот те традиции, которые созданы за эти пять десятилетий, традиции, которые позволяют вашим ученикам, которые выпустились, говорить, что это как семья, это как второй дом, и туда приходить было совсем иначе, чем в обычную школу, это гораздо лучше. Вот они сохранились, приумножились. Сегодня в художке работает 14 преподавателей, 11 из них – выпускники школы. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, любовь к своему делу, большой вклад в развитие и воспитание детей и выдающиеся результаты педагоги получили благодарственные письма и почетные грамоты Министерства культуры региона и Департамента культуры администрации Сарова. Честовали на праздники ветеранов, которые многие годы отдали работе в художественной школе. Приятно видеть вас. Мне кажется, время невластно над вами. Все изумительно красивы, молоды. Дай вам Бог здоровья, успехов. И чтобы художка была такой же, несла этот высокий потенциал, который я вижу сейчас на этой выставке. Сегодня детская художественная школа готовится принять новых учеников. Вступительный экзамен пройдет в мае, но заявление уже можно подавать. По всем вопросам обращайтесь по телефону 76027. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Сарова, 24. Фортепиано, скрипка, флейта, саксофон, баян, домбра. Звуки этих инструментов не смолкают в стенах детской школы искусства имени Балакирева. Вот уже 73 года учебное заведение выпускает юных музыкантов по разным направлениям. Обучение проводят одни из лучших педагогов-исполнителей. Практически все имеют заслуженные категории, заслуженные звания, имеют многие, большой стаж работы. Они еще и сильные исполнители. То есть, многие их уже знают в городе, и они, естественно, радеют именно за свои инструменты, хотели бы, чтобы их класс креп и рос. Самыми популярными направлениями в 2020-2021 году стали пианино и гитара. По словам директора школы, педагогам хотелось бы видеть больше желающих в классе виолончели, балалайки и трубы. Эти инструменты в городе слабо представлены. В новом учебном году появится еще одно направление – класс тромбона. Пока мы пробуем это направление, планируется на данный момент два человека. Нам помогает в этом наш Саровский военный оркестр кадрами. Там прошли обучение молодые музыканты и, собственно, нас преподают. Набор на новый учебный год пройдет с 15 апреля по 31 мая. Познакомиться с условиями приема и направлениями детской музыкальной школы имени Балакирева можно на сайте учреждения. Там же можно подать заявку на прослушивание, либо записаться по телефону 981 90 или 981 87. Чему научились ребята за этот учебный год, можно на деле увидеть на отчетных концертах. Традиционно в апреле проходит целая плеяда отчетных концертов. Каждый отдел представляет своих собственных деток, самых лучших из лучших. В этом году, так как у нас такие ограничения существуют, мы проводим все концерты онлайн. Афиши и трансляции концертов можно посмотреть на сайте детской музыкальной школы имени Балакирева и в группе ВКонтакте. Борец за мир, создавший оружие массового поражения. 21 мая этого года в России отмечают столетие со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, выдающегося физико-теоретика, академика Академии наук СССР, одного из создателей первой советской водородной бомбы. Он предлагал разместить заряды вдоль побережья США по 100 мегатонн каждый, в случае любой опасности нажав на кнопку. Спустя годы Сахаров изменил свои взгляды, подался в политику и выступил против использования ядерного оружия. За свободу человека, презирал преследование власти, мечтал о мирном сосуществовании и прогрессии. В 1980 году академика арестовали и сослали в Горький. В преддверии столетнего юбилея Сахарова 11-классники школы города присоединились к проекту «Читаем вслух» и прочитали отрывок из его книги «Горький, Москва и далее везде». Произведение – это публицистическое, такое, похожее на дневниковые записи. И рассказывает о грустном периоде из жизни Андрея Дмитриевича, это «Горьковская ссылка». И последние три года его жизни он в 1986 году был освобожден от этой ссылки, а в 1989 он уже умер. Этот короткий промежуток времени в жизни академика был насыщен большим количеством важных и знаковых событий. В ноябре-декабре 1988 первый раз поехал за рубеж, где встретился с главами США, Франции и Великобритании. В 1989 году он был избран народным депутатом СССР от Академии наук. В мае-июне того же года участвовал в первом съезде народных депутатов СССР в Кремлевском дворце съездов. В своей автобиографической книге Сахаров написал о событиях, которые происходили в стране в это время. Его точка зрения на вывод войск из Афганистана, на разоружение и сокращение ядерных испытаний, на правозащитную деятельность, на взаимоотношения с КГБ и с органами власти, на физику безусловно. Там очень большое внимание уделяется и общению с учеными, с академиками, с бывшими его коллегами по работе, с членами Российской Академии наук. В книге «Горький, Москва» и далее везде семь глав, приложения и письма. 23 одиннадцатиклассника, которые собрались в зале Дворца детского творчества, прочитали вслух первую главу. Написал главному врачу больницы имени Симашко Олегу Александровичу Обухову письмо с заявлением о прекращении голодовки. Через несколько часов меня выписали из больницы и привезли к Люсе. Несомненно, мое решение было подарком для ГБ. И, как описано у Люси, они хорошо воспользовались им. Итоговая в этом учебном году встреча пройдет 12 мая. Ученики шестых классов почитают сказочную повесть Александра Волкова «Тайна заброшенного замка», заключительную часть цикла «Волшебник изумрудного города». Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Городская администрация, добрый день. Елена Кузьмина работает в администрации 6 лет. Сначала трудилась в канцелярии, затем начала помогать Татьяне, тогдашнему секретарю главы администрации. Потом Елену назначили секретарем заместителя по общим вопросам. Сегодня она сидит в приемной главы города. Во-первых, это очень много достаточно документов, которые приходят сюда. Так как у нас сейчас электронный документ оборот, то приходит очень много документов со всех министерств. Обработка этих документов, плюс составление плана главы, то есть координация его работы за весь день. Ну, какие-то визиты, это тоже проходит через меня сейчас, организация визитов. Также Елена выполняет поручения руководителя, когда нужно найти какие-то документы или с кем-то связаться. Также в ее обязанности входит общение с жителями, которые хотят обратиться к главе города с каким-то вопросом. Несмотря на иногда возникающие трудности, работа Елене нравится. Конечно, бывают такие дни, когда ты уходишь отсюда очень уставшая, потому что работы действительно много. То есть это не то, что как очень для многих считают, что тут пришли, посидели, поговорили. Нет, это абсолютно не так. Иногда уходишь отсюда без ног, потому что работы очень много, плюс очень много людей. То есть от людей получаешь разные эмоции. Это не всегда положительные эмоции. То есть от этого тоже устаешь иногда. Но работа нравится, работа приносит удовольствие. Это самое главное. Самое главное в работе секретаря – это пунктуальность, считает Елена. Также представитель этой профессии обязательно должен быть вежливым, исполнительным, не показывать своего плохого настроения. А еще секретарям важно постоянно учиться. В их работе очень быстро появляются какие-то новые нюансы. И в организации каких-то мероприятий бывает что-то новое. Приходится где-то что-то изучать, приходится где-то что-то узнавать. Это как бы нормальное состояние. То есть в совершенство всем приходится. Свой профессиональный праздник Елена встретила на работе, в окружении ставшего за 6 лет родным коллектива. В 2019 году на дорогу города произошло 7 ДТП с участием велосипедистов. Из них двое были несовершеннолетними. В прошлом году в аварии попали всего трое, причем все взрослые. Не было ни одной аварии с участием детей велосипедистов. Этот положительный результат, скорее всего, был достигнут как пропагандистской работой сотрудников ГИБДД, так, наверное, и родителей, ну и, конечно же, педагогов образовательных организаций. Мы достаточно много проводим различных профилактических мероприятий для детей. Это и акция, это и постоянные профилактические беседы как в школах, так и в детских садах. Тем не менее, несмотря на положительную динамику, забывать о простых правилах не стоит. Каждый родитель, покупая велосипед, должен объяснить своему ребенку элементарные правила, которые могут спасти ему жизнь. Ребенок до 14-летнего возраста не может выезжать на проезжую часть дороги. Нельзя пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Необходимо обязательно спешиться, да, и переходить проезжую часть пешком. Ребенок не должен перевозить на багажнике, либо на раме пассажира. Нужно купить ему велозащиту, шлем, наколейники, налокотники. Детям нельзя управлять велосипедом одной рукой или отрывать ноги от педалей. Обязательно использование велозвонка и в темное время суток свето-возвращающих элементов. Отпускать юных велосипедистов гулять на улицу одних не стоит. Настоятельно рекомендую всем родителям изучать правила дорожного движения со своими детьми. Изучать, ежедневно напоминать о строгом соблюдении правил дорожного движения. Ну и, конечно же, быть самим примером для своих детей и в присутствии детей никогда не нарушать правила дорожного движения. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Александр Карасев пришел в отделение бокса шесть лет назад. С тех пор ринг стал для него местом, где он чувствует себя максимально комфортно, где может реализовать весь потенциал. В начале апреля юноша поучаствовал в столичных соревнованиях. По результатам трех боев спортсмен стал победителем первенства Москвы по боксу. С соревнованием ко всем готов к последнему бою. На ногах стараюсь двигаться, напор, все как положено. Изучаем соперника, смотря, допустим, высокий, стараемся работать через корпус. Если низкий, то как обычно, то есть легко. По результатам выступления боксера отобрали финал первенства России среди юношей 2007-2008 года рождения, который пройдет в Анапе с 22 по 30 мая. Также спортсмен занял второе место на соревнованиях Приволжского федерального округа. Там же еще один воспитанник отделения бокса Александр Гавриков завоевал бронзу в категории 64 килограмма. В полуфинале проиграл сопернику из Мордовии. Соперник был достаточно опытный, он финалист России. И я его чуть-чуть не переиграл, не дожал где-то. Результатом, в принципе, я доволен. Это мое первое ПФО и, в принципе, достаточно хорошо выступил. В спорте Александр 11 лет. В последние годы юноша поставил для себя цель, которую после этих соревнований удалось достичь. Боксер получил разряд кандидата в мастера спорта. Перед тем, как попасть на соревнования в Тольятти и Москве в составе сборной Нижегородской области, ребята прошли ряд турниров, где показали отличные результаты. Мальчишки поработали, будем так говорить, в данный период. Молодцы там, перетерпели мы пандемию. Тоже как бы мы не сидели дома, а тренировались онлайн. Хорошо, что Нижегородская область уже с 1 января была открыта. И турниры уже начались на территории Нижегородской области. До этого мы проехали в Владимирскую область все. Потому что больше турниров нигде не было. Тренируются боксеры практически каждый день. Конкуренция на всероссийских соревнованиях достаточно высока, поэтому расслабляться некогда. Необходимо регулярно поддерживать форму и не останавливаться на достигнутых результатах. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.